привет это копикаст мы как обычно говорим об интеллектуальной собственности обо всем обо всем что с ней связано у микрофона как обычно виктор голский мачалов антон яндресяк и сегодня у нас в гостях анатолий семенов чем вы занимаетесь айпи омбудсмен и до этого достаточно необычный поведение суппускают так что все хорошо не а не а я да слушайте чем этот не занимаюсь раньше музыкой занимался сейчас на нервах играют судов так больше ничего с собой музыкант юрист да 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 вот такая знаете хобби как это корт в общем у нас сегодня в гостях эксперт по корт интертеймент но я понимаю мы сегодня решим поговорить про то что уже все поговорили про параллельный импорт потому что несмотря на то что звучит это все скучновато то как это работает довольно весело рассказал намного более весело чем хотелось бы бы небольшой экскурс для контекста ну вы знаете тут вопрос достаточно простой можно просто забыть про все эти сложные слова про параллельный импорт исчерпания прав все остальное просто говорить про право собственности она гораздо более понятны вот и когда вы поймете какая ситуация происходит с правом собственности в контексте вот этого параллельного импорта вам станет сразу понятна абсурдность вот этой всей истории вообще ну смотрите берем право собственности вот поехали вы за границу увидели штамп продают например дроны мавик до которые сейчас очень популярны в определенных районах определенных южных областей российской федерации например вот ну захотели вы купить дроны мавик привести например сюда в россию с тем чтобы продать эти дроны мавик вполне законное желание да то есть несколько штучек на продажу ну вот когда вы покупаете дроны мавик управлял в магазине официальном магазине значит правообладатель очевидно что происходит передача права собственности да то есть вещь принадлежал правообладателю дальше он продал вам вещь да ну вот и во всем мире единообразно существует понятие доктрины первой продажи да то есть если вы продаете товар то продавец должен поставить товар свободным от претензий третьих лиц и нас же в россии то же самое у нас тоже в статье 460 гражданского кодекса на то же самое написано что продавец обязан поставить товар свободным от претензий третьих лиц и в америке то же самое в англии но во всех нормальных странах все то же самое но даже венская конвенция международной купли-продажи товаров написано то же самое и соответственно получается очень интересная вещь получается вы купили товар везете вот эти несколько штук этих дрончиков сюда положим правообладатель там этого дрона мавик внесся в таможенный рейс объектов интеллектуальной собственности до таможня такая опаньки дрон дронный мавик товарный знак мавик опа ну ка сейчас мы позвоним юристу компании там правообладатели товарного знака мавик но звонит там спрашивают ну что к товарищи бейкер макензи или кто там у них вот тут нехорошие люди привезли дроны мавик не хотели бы вы что-то по этому поводу сказать но дальше происходит следующее насчет правообладатель этого товарного знака в зависимости от своей концепции так сказать как он себя ведет на рынке он либо возбуждается на это дело либо не возбуждается если у него условно говоря нет каких-то любимых жен как это говорилось белом солнце пустыне да то есть какой-то любимого дистрибьютора не дай пусть везут когда раньше продал продал деньги получил получил какие у меня вопросы да никаких ну и все эти дроны мавик спокойно заезжают и таможни говорит вопрос и выпускает товар свободный оборот а если правообладатель ведет себе не очень хорошо мы ли но подожди суши вот я конечно деньги получил заработала все мне хорошо ну там же сидит там мой вася пупкин до который мой официальный дилер но как же так вот он тогда не продаст 5 дронов мавик да но это же не хорошо да на давай-ка я включу дурака и скажу что это контрафакт вот и говорит сами юристом ну как фас вот эти говорят таможню это контрафакт потому что опаньки это контрафакт и дальше у вас начинают забирать ваш оригинальный товар которую купили у правообладателя вот тут особенность видите за россии заключается в том что в отличие от американских соединенных штатов где за ложь суду можно в тюрьму за себя загреметь как и в лондоне скажем вот у нас за ложь суду только аплодируют хлопают и хвалят то есть это особенность нашей такой так сказать вот юрисдикции юридической вот и соответственно правообладатель за это ничего не будет ну точнее его юристом которые этим занимаются вот таможенник вот видите проводать в filt контрафакт ну давай доказывай уважаем импортёр что ты купил оригинал ну вот это такой думаешь елки-палки я когда покупал еще там чек взял какой-то и забыл какими этом документы что это кто-то что то где то да там это еще оказывается и new самого правообладатели покупала у какого-то там перекупщика которые уже купил вы просто перепродавал то есть самого правообладателя от него у меня документов нет также и докажу что я купил товары введенные в гражданский оборот согласия самого правообладателя вот это достаточно известная доктрина называется дьявольское доказательство да то есть когда от вас требуют всю цепочку от царя гороха что вот эта штуковина она оказывается когда-то была оригинально введена там в оборот именно вот оттуда вот понятно что ни один параллельный импортер не может обеспечить наличие такой цепочки доказать по одной простой причине эти доказательства находится у правообладателя ну потому что он прекрасно знает какой товар выпускает он прекрасно знает признаки подделки контрафактности всего остального и естественно у него уже есть документы о 1 продаже этих товаров но он их специально не несет и врет суде что это контрафакт ну вот после этого суд по интеллектуальным правам которые по правилам уже кассационные инстанции обычно проверяет оценку доказательств судов ниже стоящих инстанций говорит ну конечно вижу что не доказал а правообладателю говорит суд по интеллектуальным правам, достаточно сказать того, что это подделка. Все. Он не обязан не доказывать незаконность размещения товарного знака, как это написано в пункте 1.15.15 ГК. Ни какие-то признаки контрафактности, ничего. Он просто должен сказать, этот товар нехороший. Все. Дальше время переходит на ответчика. Вы можете, конечно, даже заявить, попробовать о том, что правообладатель Мавика нехороший, что он, наверное, пользуется санкциями и хочет не дать нам завести Мавик для того, чтобы мы не отправляли их в южные районы Российской Федерации, понятно, чисто так избавиться от них таким образом. Но когда вы заявите тому же суду по интеллектуальным правам о том, что это злоупотребление правом, он скажет, не, подожди секундочку, ну подожди, злоупотребление правом не может быть результатом предположения. Это должно быть доказано по стандарту доказания за пределами разумных сомнений. То есть, как в уголовном праве. То, что мы в гражданском процессе, забудь. Мы так считаем. И, соответственно, на вас сваливается доказывание дьявольского доказательства и доказывание за пределами разумных сомнений, что юристы, правообладатели, лгущие о том, что это контрафактный товар, они недобросовестны. Понятно, что ни то, ни другого никогда не докажете, и, соответственно, ваш Мавик уходит в зрительный зал под названием «изъятие уничтожение», для с какой бы то ни было компенсации. Вот, все. А как же... А как должно быть с добросовестностью? У нас же есть презумпция добросовестности. Нет, подождите секундочку. Где вы видели в интеллектуальном праве презумпцию добросовестности? Нет, секундочку. В интеллектуальном праве добросовестности может только правообладатель. Это вы что-то путаете. Кто что охраняет, тот, кто имеет. Суд по интеллектуальным правам охраняет только интеллектуальные права. Права остальных лиц его вообще не интересуют. Потому что у себя они так не делают. Они не пачкают у себя в ериспруденции. То есть, американские Соединенные Штаты, все англосаксонские страны, Канада, Япония и все остальные страны, у них и есть четкое понимание, что право собственности своих граждан надо уважать. И единственное, какие-то ограничения этого права они допускают только в том случае, если там есть вопросы к качеству. И то они в Штатах не против. Даже если вы завозите товар другого качества, чем тот, который продает правообладатель на рынке США, у них есть правило Lever Rule, которое говорит, что в этом случае таможня должна просто посмотреть, размещен ли возле товарного знака какой-то лейбачок, на котором написано, что этот товар не предназначен для территории США и может отличаться. от товаров, которые обычно здесь продаются. Все, если он есть, таможня не имеет никаких претензий, этот товар можно завозить. А у нас наши лицепринимающие решения, они считают наших граждан недееспособными. Им обязательно нужен клерк из Минпромторга с липкими ручонками и своим городским списочком, которым туда-сюда будет каждый раз менять без обратной силы. И вы будете каждый раз попадать на какие-то открытия для себя, когда вы привезете оригинальные товары с списками Минпромторга и выясните, что списочек поменялся в тот самый момент, когда вы собрались подавать таможенную декларацию. Но это достаточно интересная история, как он появился, этот список. Можем, в принципе, это обсудить. Но одно могу сказать, что в нормальных странах никаких списков нет. Ни в одной стране мира такого подхода, что мы только составляем вам белый список того, что вам можно завозить. Конечно, такого омерзительного неуважения к собственным гражданам не допускает ни одно государство. Я, забегая назад, могу вам сказать, что я сужусь по этой категории споров за параллельных импортеров начиная с 2007 года. И все случаи, когда мне удавалось с помощью судебной практики добиваться перелома в судебной практике в отношении параллельного импорта, они все были связаны со спецоперациями военными. В 2008 году мне удалось выиграть дело Парша Каена, если вы помните еще эту историю, когда несчастные импортеры, ну, так вы с ней слушаете. Ну, ладно. Сам себя не похвалишь, кто же тебя похвалит. Значит, 2008 год, переходящий в 2009 год. Это в 9 классе. Компания Генезис везет из Штатов набор битых тачек с стоков на восстановление для продажи. Одна из этих тачек называется Порш Каен. У Порши Русланда там начинается обострение какое-то. В голове они начинают наезжать на таможню, таможня, давай конфискуй все товары с товарным знаком Порш. Таможня реально возбуждается по несчастной битой тачке Порш Каен. Говорит, мы ее сейчас конфискуем, она контрафактная. Ей крутят у виска, говорит, ты что, кто подделывает Порши Каены, ты где вообще такое видел? Она говорит, она все равно, у тебя согласия нет, ты, короче, виноват. И действительно, этот Генезис проигрывает первую инстанцию, вторую инстанцию. Ребята мне находят это дело, говорю, ну приведите мне этого несчастного, приводят этого несчастного, несчастный, говорит, вот деньги только не бейте, не нужны мне твои деньги, говорит, у меня доверку дает, и, говорю, даже Кассацию не смог подать вовремя, давай мы хотя бы в надзор жалобу напишем в высший арбитражный суд. Но мы пишем жалобу в высший арбитражный суд, в котором я задаю там целый ряд важных вопросов, говорю, ну подождите, товарные, ну где вы видели поддельные Порши Каены, кто подделывает Порши Каены, вы вообще понимаете, что такое производство автомобилей? Вообще, вы понимаете, что подделать Порши Каены невозможно, потому что для этого нужно сделать такой же завод, как и Порша, ну это нереально, да? Дальше, ну то же самое, что подделать процессоры Intel, понимаете, ну сделайте процессоры Intel, да. Вот, второе, да, значит, чисто логически, да, как можно, в принципе, говорить о том, что товарный знак может позволять, ну запрещать ввоз оригинальных товаров, ведь товарный знак – это средство отличать товары одного производителя от товаров другого производителя, а тут производитель один и тот же, ну и где тут товарный знак-то вообще при делах, при чем тут товарный знак вообще? Дальше, вот ваши 14.10, по которой КААП, это статья Кодекса об административных нарушениях, в которой написано, что, значит, с изъятием, с конфискацией товара, на котором незаконно воспроизведен товарный знак. Говорю, а где он тут незаконно воспроизведен-то? Ведь бремя-то доказывания по 14.10 лежит на таможне, а она должна доказать состав, состав незаконного воспроизведения, не отсутствие согласия, а незаконное воспроизведение, ну и где? Нету. Окей, говорю, ну тогда что это было вообще, Майк? Вот, и вот с этой жалобой, значит, мы заходим в Президиум, Президиум неожиданно берет да истребует дело, передает дело в Президиум, мы тримуфально выигрываем, вот, тогда я, кстати, познакомился с Алексеем Залесовым, который защищал тогда Порше, вот, была очень забавная сценка, значит, Президиуме, когда ему Президиум задает вопрос, ну вот скажите, пожалуйста, то есть, если, получается, мы поедем за границей, купим, там, условно говоря, трусики недельку, то есть, получается, что нам и их тоже отберут на таможне, и Леша такой, а вы меня как кого спрашиваете, как представителя компании Порше Русланд или просто? Говорит, ну не знаю, как кого он, ну, если вот просто, то я, конечно, не очень согласен с этим. Ну вот, ну, короче, они посмеялись, это все дело снесли, отменили, да, Порше вернули в зад, но дело не в этом, дело в том, что вот девятый год, я напомню, он не случайная дата, в 2008 году 08-08-08 была спецоперация по принуждению к миру в Абхазии, Южной Осетии, и тогда в первый раз мы столкнулись с странами НАТО, в Грузии, да, первый раз мы обнаружили, что оказывается против нас могут ввести эмбарго с санкциями, да, и вот это первый раз, когда я в суде по другим, правда, делам, да, говорил, что, ребята, если следовать вашей логике, то получается, что вы свои государственные машины должны запрещать нашим предпринимателям покупать нужные нашей стране товары в третьих странах, не присоединившись к санкциям. Да за такое, говорю, в 37-м бы вас даже не допрашивали. Вот, я бы вот по одному из дел это сработало, как ни странно, потому что практика была абсолютно противоположна. То есть, реально оригинальные товары просто на поток конфисковывали и через поганки таможенные продавали, значит, через, ну, знаете, там, продажи конфискатов. Очень популярные магазинчики были. Вот, потом, кстати, позакрывались именно по той простой причине, что таможенная просто перестала изымать оригинальные товары после вот этого прецедента Порше Каена. Вот, следующий раз это был 14-й год. Вот, и, ну, у меня там было много программных статей на эту тему, да, я говорил, что, ребят, ну, вот сейчас, а тогда, кстати, был пакет поправок в ГК, если помните, в 14-м году, 1-го октября, если вы еще такие далекие даты помните, 8 лет назад, да, вносился огромный пакет поправок, четвертую часть, там, да, вот, там детям разрешили петь на экзаменах, тоже из-за моего одного прецедента про, значит, Белоснежку и Леший, вот, ну, неважно, там много было интересно, и вот мы тоже пытались как раз внести ту самую оговорку, о которой вы говорите, что убрать на территории Российской Федерации, вот, ну, рабочая группа Крашенинникова, есть такой депутат, у нас председатель комитета по законодательству, да, она состояла не из депутатов, а из членов, ну, скажем так, центра частного права, да, то есть Совета по кодификации, то есть сидел там Александр Львович Маковский, там, госпожа Павлова, там, господин Корнеев, который сейчас зампред, значит, суда по интеллектуальным правам, да, значит, ну и так далее, да, Розакова, там, ну, тут такой вот набор людей, да, которые, вот, они не депутатов, еще раз, да, и я сижу с депутатом, который вносит поправку, вот, ну, и вот мы там долго пикируемся, у меня даже стенограмм где-то валяется, вот, и говорим, ну, вот мы вносим поправку, пожалуйста, проголосуйте, все-таки, глазки в пол, там, да, значит, вот видите, Совет не поддерживает вашу поправку, вот, и все, и вот мы в 2014 году не смогли исправить эту ситуацию, ну, я сказал, ну, плевать на вас, хорошо, а они пытались, знаете, что внести, они пытались исправить пункт 1 статьи 15.15, вот там, где написано, что контрафактным товаром является товар с незаконно размещенным товарным знаком, они пытались переставить местами слова, знаете, как, размещен незаконно используемый, и вот из этого они выводили, что вот тогда мы можем и оригинальный товар признавать контрафактным, это прямым текстом говорил господин Орьевич, который, как вы знаете, Бейкер и Маккензи, да, прямо газете «Коммерсант», сетапку могу как-нибудь подогнать, если интересно, вот, но мы не дали и им это сделать, то есть, тогда мы просто на уровне Госдумы, руководство этот подняли этот вопрос с депутатом Лысаковым, он позвал Крашенинникова, позвал Лысакова и сказал, ну, не тебе, не тебе, вот, тебе не дадим исчерпания поправить, а тебе не дадим признать контрафактным оригинальный товар, и вот так это и осталось. Ну, и я вернулся в свои суды любимые, да, и вот у нас появилось вот это дело ПАГа, это была маленькая-маленькая калининградская компания, которая занималась поставками всяких расходничков на госзакупках в Калининграде, Калининград это, если кто не знает, маленький такой склавчик, бывший Кёнигсберг, да, там, где-то там за прибалтийскими нашими недружественными государствами, вот, и всё бы хорошо, но Калининград отличается целым рядом особенностей, дело в том, что он не имеет общей экономической территории с Россией, это очень важно понимать, да, у него есть особый таможенный режим, М-78, который означает, что товары, которые возятся на территорию свободной зоны, а он отдельно вот этой зоной считается, да, вот, они могут там оборачиваться, не попадая на территорию Российской Федерации без НДС и без таможенной пошлины, это такая мера поддержки эксклава. Ну и вот теперь смотрите, что происходило по делу ПАГа против Сони, значит, маленькая какая-то государственная больничка размещает заказ на поставку термобумаги для принтера к УЗИ-аппарату Сони, ну такой специфический аппаратик, к нему специфическая бумажечка нужна. Вот, что делает компания ПАГ? Компания ПАГ тупо едет за 100 километров в Польшу, покупает у дилера Сони эту самую бумагу и без всякого НДСа пошлины привозят на собственном автомобильчике эту бумагу на госзакупки и выигрывает. Компания Сони даже не почесалась выйти на закупки, чтобы было понятно, да? Вот, но как только компания ПАГ выигрывает торги, дальше происходит то, что я вам рассказывал, да, то есть появляются замечательные юристы-правообладатели и начинают лгать, что это контрафакт, вот, причем даже не потрудившись нормально оформить доверенности. Там сначала первый иск был возвращен, потому что полномочия юристки, значит, не были подтверждены. А они как говорят, что это именно контрафакт в том плане, что... Да, подделка, мы вот, мы считаем, что это, да, не оригинальный товар, пусть он доказывает обратное. То есть они не доказывают ничего, они просто говорят, это контрафакт. Вот, и, соответственно, отслеживается элементарно, да, торги же публичные, да, то есть это везде в системе есть, то есть напиши слово Sony, и у тебя вылетают все торги по позициям Sony, то есть искать контрафакт просто замечательно. Пример так же, как фотографии можно сейчас искать, вот эти массовые серийные иски, да, примерно то же самое. Вот, и дальше компания ПАГ проигрывает первую инстанцию, проигрывает вторую инстанцию, проигрывает суд по интеллектуальным правам, вот, товар изымают, уничтожают, выписывают ей там карательную компенсацию, запрещают на будущее абстрактно, хотя сейчас-то вроде как неприлично уже делать, но тогда можно было, и суд по интеллектуальным правам говорит, да, да, нормально, вот, и вот, ну, когда там, ну, 16-17 год, вот, мы же в 18-м попали уже в КС, вот, ну, короче, вот с этим набором кайфа, да, мы пишем красивую эту жалобу в КС, вот, в котором ставим целый ряд вопросов, мы говорим, подождите, мужики, ну, во-первых, эксклав, то есть, мы правильно понимаем, что правообладатель нам предлагает мотнуться в Москву, вместо 100 километров в Польшу, да, заплатить вот логистическое плечо туда-обратно, самолетиком, да, так на всякий случай, да, заплатить НДС, заплатить пошлину и выйти на торги, и еще и все равно, там, так сказать, да, пока ты это сделаешь, да, и будет ли этот товар еще, значит, это первая логика, да, то есть, получается, что все меры господдержки этого эксклава, они не работают, просто из-за того, что левой пятки, правой ноги, значит, Сони захотелось продать через дилера тот же самый товар через дилера в Москве, а не там, в Кракове, там, условно, да, вот, ну, окей, там, это одна история, говорим, вторая история, смотрите, к нам применили полный набор санкций карательных, самых жестких, то есть, изъять и уничтожение, это расстрел бизнеса, да, почему, ну, хорошо, там, бумаги было мало, а если бы вы везли на 2 миллиона долларов чего-то, закредитовались, там, заложили дом, там, да, херак, у вас все забрали, ну, вы понимаете, да, что-то, ну, самоубийство, там, люди идут, там, да, из окна выпрыгивают, то есть, вы понимаете, что это так делать, наверное, все-таки очень осторожно надо как-то, да, тем более, когда речь идет об оригинальном товаре, а вы применяете одну и ту же санкцию, что к подделке, которой правообладатель не имеет вообще никакого отношения, не производил, не маркировал, деньги не получал, ничего, да, и к оригиналу, который он сам произвел, сам маркировал, сам продал, сам деньги получил, как можно совершенно такие разные юридические составы карать одинаковые санкции, вот этот вопрос мы ставим перед КС, КС, алё, что происходит вообще, вот, ну, и вот, собственно, вот с этой историей мы попадаем в КС, почему 18-й год, потому что, ну, для того, чтобы после Крыма дело дошло до КС, ну, какое-то время, как вы понимаете, требуется на исчерпание средств правовой защиты, вот мы их исчерпывали до 18-го года, вот, и вот на этой крымской истории мы попадаем в КС, КС, соответственно, ведет себя странно, по последним данным, товарищ Зоркин там подсуропил, хотя позиция и аппарата, и секретариата, и большевых части судей, судей-докладчика, вот, была совсем другой, вот, и он занял позицию, так называемой конституционной сдержанности, то есть, в переводе на русский ни вашим, ни нашим, вот, примерно то же самое, как у нас произошло вот с поправками в 14-м году, вот, и он сказал, ну, слушайте, ну, давайте так, ну, вот он спрашивает про разные санкции, ну, давайте мы разрешим разные санкции, давайте мы оригинальный товар не будем изымать, вот, он же Порша Каена своего отсудил тогда, ну, хрен с ним, не будем мы изымать оригинальный товар, если он надлежащего качества, а все остальное меню пусть применяют, и запрещают, и карательные компенсации, и что хочешь, пусть применяют, и вот, вот с этим решением мы выходим. Да, там появился огромный раздел, касающийся санкций, ну, потому что надо было быть, ну, уж совсем деревянным, чтобы не заметить очевидного, да, что уже после 14-го года санкции были в полный рост, ну, то есть, все понимали, что это очередной шаг, да, я прекрасно понимал, что будет и следующий, да, но, я говорю, вы, ну, просто, ну, вот, это уже даже не Абхазия, ребят, это уже, вот, конкретика, да, то есть, вот уже, Крым уже не обслуживают, вам что еще надо объяснять, то есть, вы ждете, когда вся страна в Крым превратится, ну, так дождетесь, ну, так, может быть, заранее чуть-чуть, там, головой-то включитесь, да, да, что-то подумаете, что, если уж вы все-таки живете в этой стране, ну, тогда для этой страны надо что-то законно написать все-таки, да, а не против нее, ну, вот, ну, и, соответственно, в этом постановлении появляется вот эта замечательная фраза о том, что действия правообладателя по поддержке санкций, да, при помощи интеллектуальной, использования режима, национального режима исключения, исчерпания прав, является не конституционно одобряемыми и недобросовестными, то есть, вот нам подарили вот эту, так сказать, обглуданную косточку, типа, вот, нате, делайте с ней, что хотите, вот, да, действительно, дело ПАГа было пересмотрено, но пересмотрено с тем же самым результатом, просто они, кстати, пока дело в КСе было, они потеряли товар конфискованный, его украли просто со склада, вот, и, соответственно, на втором круге рассмотрения товар опять признали контрафактным, опять выписали компенсацию, там, ну, короче, все то же самое было. Вот, ну, и, соответственно, после этого, я честно вам скажу, я ушел из практики по параллельке, я перестал заниматься ею просто по причине того, что я понял, что, ну, надо ждать следующего черного лебедя, ну, вот, и вот 22-й год наступил, да, действительно, вот сейчас уже, ну, только уже совсем деревянному, слепому, глухому, там, инвалиду, да, на всю губошку, там, с извилиной от топора, да, единственное, непонятно, что, наверное, что-то надо менять, вот, и вот эти самые люди, которые под дудку локализации, под дудку того, что, вот, мы сейчас тут вырастим бананы в Сибири, там, да, и для того, чтобы они окупались, нам нужно запретить параллельный импорт бананов, ну, ну, по сути, вот, логика Минпромторга, она вся сводится к этому, да, мы, вот, импортозамещаем бананы, поэтому все больше, второй лишний, знаете, у них есть такая прикол, да, второй лишний на торгах, то есть, если кто-нибудь выращивает бананы в Сибири по цене Мерседеса, да, то все, товары по обычной цене уже не завозятся, нельзя, почему, потому что мы всем колхозам на одну корову работаем, да, вот, вся кое-что вся страна будет спонсировать, значит, идиота, который выращивает бананы в Сибири, даже если себестоимость их бананов, там, да, равняется Мерседесу, и плевать, что эти бананы по доллару тут же стоят, там, в соседней стране, вот, и, соответственно, вот с этой логикой, вот эти милые люди из Минпромторга, именно им вице-премьер Белоусов, а он известен, как, скажем так, достаточно волонтаристский дирижист, ну, если что-то это объясняет, да, то есть, человек, который привык к ручному управлению, то есть, экономист-дирижист такой, да, то есть, не рыночник, да, вот экономист-дирижист сказал, металлурги все должны поделиться сверхдоходами, и плевать, что они получили их законы, да, вот должны поделиться социальной ответственностью, вот у него такая вот логика, вот, и за ним, ему вторят, соответственно, Минпромторг и все остальные товарищи, вот, они говорят, ну, все, вот, что-то как-то импорт обвалился, вся наша локализация, которой мы тут мозги всем пудрили, да, вот, она как-то тоже посыпалась, а почему локализация имеет значение, почему вот такая большая возня с этой локализацией, потому что главная причина, чем они оправдывали запрет параллельного импорта, им нужно было понастроить потемкинских деревень локализованных производств, почему, потому что когда они уговаривали иностранцев, приходите к нам, ну, просто давайте производите на нашей территории, мы вам там электричество там дешево дадим, и территорию, и свободную экономическую зону, и там с пик заключим этот, ну, помните, там, специальный инвестиционный контракт, ну, короче, вот, что хотите, да, льготы, перельготы, там, репетриации, выручки, ну, в общем, ну, не знаю, там, и сбоку бантик, да, вот, а иностранцы, они хитрые, они же помнят, как они у индейцев покупали Манхэттен за стеклянные бусы, да, сказать, слушайте, нам это все надо, конечно, да, но вы нам, пожалуйста, параллельный импорт запретите, если такие сидят, слушай, это же не потребует расходов средств федерального бюджета, не потребует, ну, зашибись, кому твой параллельный импорт нужен, он тебе нужен, нет, тебе не нужен, нет, ну, и все, запрещаем, что получилось, получилось, что ради сотни вот этих потемкинских деревень, которые выращивают бананы в Сибири, да, ну, или там, прикручивают колеса к машинокомплектам, да, которые сейчас все поуходили, да, и стали недружественными внезапно, да, вот ради этой сотни производств запретили ввоз всей товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности целого государства. Ну, если вы вспомните, как это делалось, ну, вы помните, да, там сначала принимался 46-й ФСЗ, предположим, да, в котором 18-й статье было написано, что правительство имеет право отменять в 2022 году какие-то там нормы о защите интеллектуальных прав Гражданского кодекса. Вот с этого все началось, это был март 2022 года. Я уже тогда обсмеялся, написал свою первую статью на законе, почему это бред, ну, окей, но самая простая причина, почему это бред, потому что отменять, ну, ограничивать интеллектуальные права может только ГК, ну, потому что в ГК так написано. Ну, сначала надо было, видимо, ГК поправить, но они понимали, что если они пойдут сейчас к Рашининникову, он их там на полгода подвесит, да, а им прямо сейчас надо было. Поэтому они приняли отдельный федеральный закон, которым, тем не менее, отменяют нормы ГК. Ну, бред собачий, ну, ладно. Причем без цели, без каких-то причин, да, просто может правительство отменять. Почему? Ну, может. Хорошо. Дальше принимается постановление правительства номер 506. Это вот первая волна, когда все написали, Мишустин разрешил параллельный импорт. Вот мы же с вами посмеяться хотели, мы сейчас с вами будем смеяться. Вот первый раз. Мишустин разрешил, ну, реально, вот везде просто, в каждой дырке затычка, да, вот могу показать, нам не жалко, да, значит, и, значит, что тогда, вот, 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 Мишустин, вот делал легализацию параллельного импорта, видно, нет, нет, нет. Ну, мысль. Ну, неважно, ну, идете потом, у меня публикация я вам попросил, все зашибись. Вот, а что там было написано в постановлении? А там было написано, значит, что не действуют нормы ст. 1359 и 1487. А что это за нормы? Это не норма о защите, которую поручил отменить закон. Это норма об ограничении защиты. Это норма об исчерпании прав. Ничего не жмется. То есть они, вместо того, чтобы разрешить, они криминализировали оборот оригинальных товаров даже внутри страны. Ну, это же просто считается проблемной юридической техникой. Нет, секундочку, это не проблема юридической техники. Вы, давайте, будем реалистами, да, я еще раз говорю, я 15 лет сужусь по этой категории споров. И я прекрасно понимаю, кому, в какой суд я приду. Я напомнил вам, да, что этим людям, которые там сидят в мантиях, да, им вообще наплевать на интересы российских предпринимателей от слова совсем. Они будут читать не прессу, в которой написано, что Шмешустин что-то там разрешил. Они будут говорить, подождите, отменена норма ст. 1487. А что такое ст. 1487? Она разрешала перепродавать товар, который был продан внутри России. Ваш товар продан внутри России? Нет. Значит, эта норма вообще не имеет отношения к вашему правоотношению, да? Ну, нет, можно же потолковать. Как? Каким-нибудь умным. Никак. Нет, секундочку, давайте еще раз, вот очень важная мысль, мы же с вами юристы все-таки, так и быть, помимо всего прочего. Значит, смотрите, они говорят, надо отменить норму о защите. Отменяют норму об исчерпании, защита на месте. Более того, им сказали отменить нормы, но не принять новую норму. Они не могут ввести международный принцип исчерпания. Такой нормы нет. Понимаете, ее не существует. Значит, отменить-то, ограничение они отменили, национальный принцип отменили, да, а международный они ввести не могут, им поручения такого нет, закон не позволяет. Ввести новую норму в ГК, понимаете, отменить можно, ввести новую нельзя. Ну, и какое толкование может это исправить? Какое-нибудь системное там. Никакого системного толкования. Еще раз, это МПА, это подзаконник. Ну вот. Подождите, подзаконник, он делается в рамках дозволенного. Если им дозволили отменять норму, как этот подзаконник может ввести новую норму? Вот сюда так и скажут. Так, все, нету новой нормы. А раз нету, значит, никакого международного принципа тоже нет. Ну ладно. Какой там список, а какая разница, что там в этом списке? Там, да, к этому списку не применяются нормы об исчерпании. В переводе на русский это означает, что все товары, которые в списке Минпромторга, их оборот в России, это преступление. Ну, вопрос о том, как суды себя поведут. Еще раз, давайте так. Как себя вели суды 15 лет, я знаю. Я не верю, просто ни на секунду, что суд по интеллектуальным правам, который даже сейчас, а я же отслеживаю практику по исчерпанию прав, даже сейчас он наказывает параллельных импортеров. Даже сейчас выносит решение в пользу правообладателей. И суды продолжают это делать. У суда по интеллектуальным правам есть определенная нормативная база, которая говорит, что надо так делать. И вы абсолютно правы в том смысле, что суд по интеллектуальным правам не будет читать прессу, не будет ссылаться в решениях на прессу. У него даже полномочий таких нет, у него есть законы, но вы применяли. Вот этот закон он и применяет. Но он, правда, забывает, что помимо закона есть еще другой закон, в котором написано, что есть понятие злоупотребления правом, что есть позиция конституционного суда, что есть публичный интерес, что интерес публичный – это госзакупки, например. Что если, например, параллельный импортер поставляет высокоточно режущий инструмент предприятию двойного назначения, то, наверное, все-таки нужно призадуматься, а зачем же южнокорейская компания-правообладатель этому препятствует? Нормально ли это потворствовать этому? Это будет практика. Вот прямо сейчас могу ссылки дать на номер отдел. Компания Тегутек. Пожалуйста. Суд по интеллектуальным правам с удовольствием наказывает параллельного импортера, поставляющего и другие суды, которые к нему прислушиваются, поставляющие товары для вертолетов России. Сейчас. Прямо сейчас. После спецоперации. Это нормально. Это даже не свинка Пеппа, товарищи. Это куда круче. Так вот, еще раз, то, что принято, нормативный шлаг, он не дает ничего. Он касается норм об исчерпании внутри России. Он не нодит новую норму об исчерпании за пределами России, ну, с места товара, купленного за пределами России. Он и не мог ее ввести. Это по покушению на легализацию параллельного импорта с негодными следствиями, как сказал бы человек, который учил уголовное право. Посмотрите перечень. Что там написано в перечне? Там написано, например, код товара такой-то. Хорошо. Код товара такой-то, товарный знак, даже слово товарный знак там так, косвенно написано. Написано там, например, условно говоря, ну, окей, Land Rover. Но у меня есть Land Rover. Но он, это название марки машины. Но помимо марки машины есть модель. Вот у меня Land Rover Defender. И это тоже товарный знак. И его там нет. И его там нет. Ну, видимо... Так, а, видимо, значит, меня за Defender можно конфисковать. А почему нет-то? В списке его нет. Дальше идем. Потому что, да, мы и таки же не существуют. Помимо словесных обозначений, которых нет вообще ни реквизитов, номера регистрации, ни правообладателя. А мы прекрасно с вами знаем, что одно и то же словесное обозначение может совершенно спокойно принадлежать и разным людям. Абсолютно спокойно, да? Просто по разным глазам. Согласны? А у нас как составлен перечень товаров? Там что, МКТУ? Нет. Там ТНВЭД. Там просто бренд. А что такое ТНВЭД? ТНВЭД это не МКТУ. Это что-то такое там. Его и так можно квалифицировать, и так. А там можно только и делать, что переквалифицируют товары из одного кода в другой. То ли это, условно говоря, ну вот вы везете там какой-нибудь товар, да, а это, например, смартфон с фонариком. Вы можете его задекларировать как фонарик, а можете как смартфон, а можете как компьютер. Это три разных кода ТНВЭД. Ну, и вот эти три разных кода ТНВЭД может принадлежать разным людям, правообладателям. Понимаете? Ну, ладно, знак Defender на фонарике, на телефоны и на компьютеры. Понимаете? Потому что они неоднородны. Ну, с точки зрения МКТУ. А с точки зрения ТНВЭД это один и тот же товар. Просто его можно по-разному квалифицировать. Просто мне кажется, что это вот мы в своей юридической субкультуре читаем это все и говорим, что это вот все неправильно и все плохо. А там у них свой вайб, своя вкультура. Вы про таможню говорите? Нет, я про тех, кто писал это все. Нет, кто писал, у них задача была сделать так, чтобы не работало. И они эту задачу выполнили на отлично. Вот это причина, почему я с вами не согласен, что они не идиоты. Они не идиоты, они добились своего результата. Ну, вот последний штрих, чтобы просто диджитальт закрыть, да? Мы же с вами хорошо знаем, что помимо словесных знаков еще бывают графические, да? Как минимум. О! А где вы их там видите? У меня все. Пока. У меня есть на самом деле такой более экзистенциальный, что ли, вопрос. Вот мы выяснили внезапно, что за параллельным импером кроется огромное-огромное тройное десятикратное дно. И мы выяснили, что сейчас, я очень за это зацепился, что сейчас уже поздно пытаться решить это через суды. Ну, нет времени просто. Так-то не поздно никогда, конечно. Вот я и Антон, мы обычные юристы по интеллектуальной собственности. Мы молодые, идеализированные, зеленые и верим в прекрасную интеллектуальную собственность будущего. и еще прекрасные другие объекты и субъекты будущего. Вопрос в том, что нам делать? Что может сделать обычный юрист в принципе, чтобы подобного рода проблему хотя бы как-то минимизировать? Или это что-то, что мы должны принять как данность и смириться? Ну, смотрите, я все-таки человек старой закалки. Я присягал Советскому Союзу, служил в Советском армии. И, наверное, я не очень современный. И, наверное, все то, что я говорю, наверное, не очень модно и вряд ли будет интересно хипстерам и прочим блогерам и прочим современным молодым людям. Потому что я чувствую, у меня дочке 26 лет, ну, поверьте, да, я понимаю, что между нами есть определенная дистанция, просто поколенческая. Наверное, то, что я говорю, не очень близко, понятно и интересно. Поэтому вот если вы говорите, что вы можете сделать как юриста, да просто объясняйте вот это все. Просто не закрывайте на это глаза. Просто задавайте вопросы. Ну, а что? То же самое, что делал я 20 лет назад, 15 лет назад. Под этой... Радостной. Да, радостной, неунывающей, на этой радостной, неунывающей ноте. Кстати, про нот мне очень понравилось, на самом деле. Случайная аналогия между музыкой и правом. Это так и есть вообще. Это правда. Я запомнил. Вот. И это что-нибудь вырезать. В общем, спасибо вам, Анатолий, спасибо, Антон, что тоже попал на телевизор. Мама, я в телевизоре. Да. Антон их здесь показывает. Да, в общем, всем какого-нибудь прекрасного будущего, всем верой в себя и всем подписываться на телеграм-канал Games of Brands и на подкаст Копикаст в Apple Podcast, Google Podcast и везде, где это возможно и везде, где доступно. Антон. Пока еще. Субтитры сделал DimaTorzok